МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сегодня у нас тренировка номер 6. Сегодня у нас по плану хорошая разминка, гиперэкстензия, рывок классический плюс рывок свиса. И последнее упражнение будет приседания плюс полуприседания, на которых я остановлюсь более подробно, чтобы рассказать распространенные ошибки при выполнении этого упражнения. Ну а сейчас рывок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас основное упражнение, можно так сказать, будет приседания, поэтому в полуприседания. Поэтому перед этим я также рекомендую всем поприседать хотя бы процентов 50 в полный сет и после этого только переходить уже в полуприседания, чтобы ваши мышцы были разогреты и готовы к этому. Те, кто смотрел тренировку номер 3, там я рассказывал относительно подседа, поэтому помните об этом. И те, кто не смотрел, конечно же, вернитесь к тренировке номер 3 и посмотрите ее. Это очень полезно и очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделали разминку, сейчас переходим непосредственно к самим полуприседаниям. Так как я это упражнение тоже давно не делал, начиная со 120 килограмм, вот, и завтра буду смотреть по состоянию своих колен, как они себя поведут на это упражнение. Желательно его делать от 6 до 10 раз при полуприседании и соблюдать угол, то есть, опять же, колени не должны вываливаться вперед. Да, это был телефон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуй, я думаю, что сегодня на... 120 и остановлюсь, его будет достаточно, исполняю. Поэтому рекомендую те, кто впервые будет выполнять это упражнение, делать его лучше, меньше, но правильно. Буквально 3-4 походика, я думаю, что будет достаточно. Посредний подходик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О том, как контролировать себя в потере. На семинарах я всегда рассказываю, что для того, чтобы контролировать и почувствовать, что такое подсед и как его нужно правильно выполнять, представьте себе, что вы стоите возле стены, касаетесь носками, коленями и руками стены. И в этом положении вам нужно приседать. Вот это вот и есть подсед. То есть колени должны быть в одной прямой с носками, в одной прямой с локтями, с плечами. То есть с плечами. Вы должны себе представлять, что у вас в руках большой кувшин воды. Большой кувшин воды. И вам нужно сесть так, чтобы вода не прилилась ни вперед, а не назад. То есть вы должны ровно сесть, сохранить при этом наклон. Ваше плечо накрывает колено. И с этого же положения отправить штангу вверх. Только в таком случае все углы будут работать правильно. И это даст вам максимальный результат при работе в точке. Поэтому работайте перед зеркалом, работайте с палочкой, отрабатывайте движение. Это самое главное.